В 2017 году во Владикавказе впервые прошел турнир по вольной борьбе, посвященный памяти Казбека Исаевича Дедикаева. Этот человек посвятил себя спорту и воспитал мастеров спорта, чемпионов России и Европы. Самый титулованный известный воспитанник Казбека Исаевича – олимпийский чемпион Давид Мусульбес. Он и стал инициатором и организатором турнира памяти Дедикаева. В пятницу во дворце спорта Манеж пройдут очередные соревнования. Кто выйдет на ковер и что дают подобные состязания начинающим борцам, расскажет Давид Мусульбес. Первый мой вопрос будет такой, что сейчас грядет турнир, ежегодный турнир в памяти Казбека Исаевича Дедикаева, вашего тренера. Вы всегда являетесь организатором этого турнира. Маленький анонс для нас, когда это будет проходить и что ждать осинскому зрителю. В этом году мы выбрали другой формат уже. 22 числа будет проводиться турнир в памяти Казбека Исаевича Дедикаева. По просьбе многочисленных тренеров мы решили выбрать возраст 10 до 13 лет. Это самый такой интересный возраст, где покажут они более яркую борьбу, где может зритель увидеть и болельщики все эмоции, все позитивы, прелести борьбы. Вот именно преодоление самого себя именно вот в этом возрасте это очень ярко выражено. Будет формат восьми ковров, то есть такого еще нигде не было. Это позволит сделать для детей праздник, не какое-нибудь соревнование, что психологические какие-то барьеры, а именно праздник, массовость и без всякого отбора. То есть каждый ребенок, который есть у него желание, он может выйти, заявиться на соревнование и будет бороться, и без всяких каких-то требований, либо какого-то отбора для чего-то, или как-то попадания в основную команду. Этот праздник нам нужен для чего? Потому что сохранить побольше молодого спортсмена в профессиональном спорте, чтобы они как можно больше коэффициент дохода до сборной команды увеличился. Это очень такой интересный формат, и по сегодняшнему дню уже заявилось более 1200 детей. 1200 детей, это действительно будет праздник для детей, и будет это интересно. Но мало того, у нас больше семи стран заявку сделали, чтобы участвовали на этом турнире. Это Англия, Словакия, Узбекистан, Казахстан, Молдавия, Грузия, Армения, Азербайджан и Белоруссия. То есть это будет очень интересно, потому что думаю, что на следующий год это будет еще больше стран, он уже становится таком международным. И мы хотим показать сегодня, насколько вольная борьба уже начинает развиваться в другом векторе, и какая востребованность сегодня в России. Давид Владимирович, прошлогодний турнир нам всем очень особенно запомнился обилием новых имен, так как он был приурочен к первенству России. Благодаря вашим усилиям, благодаря вашему турниру, который вы организовали, мы услышали от таких ребят, как Алан Багаев, который позднее стал победителем первенства мира. Вот скажите, с какими трудностями вам приходится сталкиваться в момент организации турнира? Ну, наверное, самое главное, что у нас сегодня трудности, это, наверное, психологический такой момент, это когда сегодня другое время уже, уже спортсмены, уже сегодня общество понимает, что сегодня надо заниматься с детьми, с молодежью. И вот этот момент очень многие недоценивают. Сегодня намного спорт стал ближе, намного он стал доступнее, намного он стал интереснее. То есть и соцсети свое дело делают, и медийность очень доступная стала. И сегодня надо поменять это кардинально. Вот это самое главное психологическое, это подход общества. А все остальное, организационные моменты, это уже уходит далеко, ни на второе, ни на третье, а это уже все остальное. То есть уже все понятно, только вот именно подход надо поменять.